Добрый вечер всем, дорогие друзья, я очень рад видеть вас всех, кто постоянно ходит. Сегодня мы продолжаем нашу тему питания, тему интересную, тему, которая всех заинтересовала. Но в этот раз мы поговорим о питании в годы Первой мировой войны. В качестве преамбула я бы хотел сказать, что очень многие люди интересовались в прошлый раз, и в комментариях я видел живой интерес, когда я говорил о том, что питание русского солдата в императорской армии, оно по своим нормам калорийности превосходило питание красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы, в частности, этот вопрос затронем, обсудим. Для того, чтобы скрасить наше с вами времяпровождение, я подготовил большую презентацию. Традиционно без текстов, без всего, мы просто будем смотреть фотографии быта наших солдат в годы Первой мировой войны. Лекция называется не просто «Питание, но и быт». Почему? Я затронул это слово просто по той причине, что, ну это будет, наверное, частью вводного слова, мы должны с вами понимать, что Первая мировая война в корне отличалась от Второй мировой войны, от войны Великой Отечественной. Эта война, по большей части, была позиционной. Я думаю, все понимают это, все знают. Война велась зачастую в окопах, велась длительная, долгая, кровавая и такое, ну как на Западном фронте, в общем-то, бесперемен все это знают. И поэтому питание нашего солдата в годы Первой мировой войны, не просто вот само питание, да, суть, которую мы затрагивали в видео и в лекции о Красной армии. Здесь еще напрямую питание связано с его бытом, просто потому что, ну, месяцами на некоторых участках фронта люди не покидали своих позиций, а это накладывало свои какие-то определенные отпечатки на жизнь солдата. Ну, в годы Великой Отечественной войны мы с большой натяжкой можем привести это осаду Ленинграда и, возможно, ну, какие-то позиционные бои под Оржевом, которые были. И то это, ну, в условиях там войны моторов, это очень сильно отдаленно напоминало то, о чем мы будем говорить сегодня. Значит, как всегда, я приветствую от вас вопросы, какие-то уточнения. Может быть, я сам чего-то не скажу, забуду, а вы меня наведете на нужную, собственно говоря, мысль. Ну, в принципе, наверное, все. Только вопросы, просьбы задавать погромче, потому что в комментариях уже три раза мы задавали вопросы. Там люди жалуются, просто не слышно вопросы, поэтому, может, погромче как-то вы говорите. Или я буду его повторять, чтобы люди, которые уже будут потом смотреть видео, слышали, о чем мы с вами здесь разговариваем. Ну, и так, собственно говоря, перейдем к делу. Начнем с того, с чего я примерно построил все по той же структуре, чтобы было видно, ну, и было схоже с той лекцией, которую я вел о Красной Армии. Значит, первое, что нужно сказать, это, наверное, норма питания. Сейчас я быстренько вам ее продемонстрирую. Если кому-то интересно, вы можете это дело сфотографировать или записать. Итак, норма питания русских солдат в годы Первой мировой войны. Я сделал двойную табличку, здесь видно очень наглядно. Верхняя половина таблички, которую вы видите, это на мирное время, то есть до начала войны. Нижняя половина таблички, это как наша норма с вами увеличивалась, ну, собственно говоря, с началом боевых действий. Значит, наверху написаны очень важные вещи. Суть их заключается в том, что мы знаем, что в Российской империи была не метрическая, а имперская система измерений. То есть фунты, дюймы, золотники там и все остальное. Поэтому специально для вас, вот я сделал, вы можете держать это в голове, если вам это нужно. Ну, вы видите, что, собственно говоря, достаточно легко это переводить. Но я сделал в граммах, изначально в табличках, потому что это просто современному человеку значительно удобнее. Я не думаю, что кому-нибудь фунты сейчас были бы интересны для понимания причины и следствия нашего разговора. Итак, давайте Красную армию больше трогать не будем. Я специально хочу это сказать для всех, кто хочет посмотреть, тот будет посмотреть наше с вами видео про Красную армию. Но вот, если переходить к составу и номенклатуре питания русского солдата, смотрите. Хлеб ржаной 2254 грамма. Представляете себе, насколько это больше, чем мог вообще рассчитывать Красная армия в годы Великой Отечественной войны. Следующее. Сухари ржаные. Я поясню. Дело здесь заключалось в том, что зачастую походные хлебопекарни в императорской армии вообще как класс не особо были развиты. Это все достигалось большим трудом и было очень тяжело. И часто сухари, причем сухари важно понимать, это не те с вами, которые мы привыкли видеть золотистые, полукруглые сухарики с сахаром или с чем-то еще, которые сегодня. А это тот же самый хлеб, без всяких изменений, но засушенный, причем засушенный не на солнце, как у нас обычно делают, а для скорости на горячей печи. То есть, чтобы максимально быстро раздать личному составу. Значит, крупа. Вы видите там Проса, Гречневая, Овсяновая. Я бы хотел особо остановиться на Рисовой. Это один из несвойственных для русского человека, для русского солдата, для русского крестьянина продуктов, который стал, ну, как это правильно сказать, который стал свойственен в годы Первой мировой войны. Как раз известный генерал Иванов в своих приказах писал, что давайте будем выдавать солдатам побольше риса. Он не такой сытный, как говорили русские солдаты. Гречневая крупа, от нее силы много, а рис, что-то непонимаем, от нее силы мало. Тем не менее, считалось, что рис очень благоприятная вещь для пищеварения. И вот в годы Первой мировой войны постоянно в русской армии количество блюд с рисом и само количество риса, попадающее в строевые части, только лишь возрастало. При этом остальные крупы по отношению к рису снижались и снижались. Значит, кстати, любопытно, еще есть одно отличие, которое вы можете видеть. Я думаю, никто не заметил здесь картофель. Картофель к началу Первой мировой войны в России все еще являлся таким, ну, как мы рассказывали в лекциях о еде русских крестьян, все еще он уже был, его уже было достаточно, но все еще он не вошел в такой обиход, чтобы быть, ну, таким обыденным, можно сказать, блюдом для нашего народа, что очень любопытно. И опять же, в годы Первой мировой войны, можно сказать, они все перевернули, и картофеля в войсках, да и в стране, собственно говоря, в годы войны становилось все больше и больше. И раскладка, которую мы с вами видим, которая нам с нами дана на довоенное, на начало войны, на картофель не учитывал вообще. То есть картофельный, можно сказать, паек, рацион, он давался либо взамен хлебного, ну, в правильной пропорции, либо сверх всего того, что мы видим, если чего-то не было. Я еще подготовил вам ряд цитат, которые я буду по ходу дела зачитывать. И вот интересная цитата относительно картофеля, она мне очень понравилась. Один офицер интендантской службы пишет, в голодное село приходят голодные резервы, через 4 часа они будут брошены в наступление. Должны ли мы их накормить? Разумеется так, ибо раз мы воюем, то мы хотим победить. А раз мы хотим победить, то солдаты должны быть сыты. Если мы заберем у бабы последнюю корову, то ее детишки останутся без молока и помрут, может быть, голодной смертью. Но ведь одной коровой я могу накормить роту солдат, из которых 20% через 4 часа будут убиты или ранены. Имели ли я право лишить солдат последнего утешения на земле, умереть, по крайней мере, сытым? И как я должен поступить, когда стоит передо мной голый вопрос? Рота солдат или одна галицийская семья? Чем мы виноваты, что европейская политика сделала именно эту вонючую Галицию с средоточием войны? И что именно нашу армию поставила она в центр событий? И что русский солдат, внимание, съедает разом по 4 фунта картофеля. Вот такая вот цитата относительно картофеля, очень интересная. То есть, ну, приблизительно, если мы берем, то мы должны держать в голове, что картофель выделялся приблизительно, как и хлеб. В таком же количестве. Значит, прежде чем переходить, ну, вот, ну, овощи, понятно, свежие, сушеные, уже в то время в Германии вообще существовали, я думаю, все видели на прилавках магазинов кубики, но я не знаю, как правильные кубики, кнор. Вот, это вот уже в Германии суповой концентрат в таких таблетках, он был похож на нашу, знаете, советскую аскорбинку, которая вот так бантиком завязана с двух сторон, но только гораздо больше в диаметре. И там были вот эти вот таблетки супового концентрата, то есть это уже было. И в русской армии это было, я даже хотел вам принести рецепт, но потом подумал, в конце поделюсь с вами кое-чем, но подумал, что все-таки сушить эти концентраты вряд ли кто-то будет, такое тяжелое дело, поэтому ладно. Вот, поэтому овощи поставлялись либо в свежем варианте, причем от Красной армии ничем не отличалось, овощи по, так сказать, номиналу, по возможности. Те овощи, которые были, которые возможно было достать, которые возможно было в неиспорченном виде привезти, доставить на линию фронта, накормить ими бойцов. Значит, опять же, насчет мяса. Мясо это сложнейший вопрос, который возникал постоянно. Возникал он по той причине, что, опять же, в отличие от середины века, мы должны понимать, что холодильные технологии, да, они, ну, понятно, в каком состоянии находились. И несмотря на то, что холодильник был придуман там где-то в Англии в середине еще прошлого века, все же такого массового характера, холодильные рефрижераторные вагоны там и все остальное, ну, не были развиты. Любопытная здесь информация, наверное, для вас может послужить, что вставку его императорского величества в Могилев, когда находился государь в ней, один питерский предприниматель, Петроградский уже, наверное, можно сказать, доставлял вагон-ледник для питания высших чинов ставки самого императора. Ну, там, понятно, номенклатура продуктов, которые мы рассматривать не будем, потому что царь все-таки питался несколько в другом ключе. Что, кстати, очень интересно, здесь оказались, я буду такие небольшие лирические отступления делать, думаю, вы мне это простите, что оказалось действительно, если мы смотрим, ну, в какой-то степени были правы те, кто говорил, что наша номенклатура, ну, назовем ее так, наша элита, они все-таки тяжести войны, ну, как, не отказывались, но не отказывались себе в удовольствие покушать таким образом, ну, чтобы получше, чем другие. И вот эти вот, ну, помните, вам ли любящим баб да блюда, да, вот это все писал Маяковский. Действительно, проанализировав определенное количество информации, приходишь к выводу, что все-таки, ну, скажем так, поджировывали. Когда, например, германский император при встрече, там, не знаю, с каким-то высшими военными чинами или кто-то приезжал к нему в гости, германский император ничем не гнушаясь употреблял брюкву, какие-то овощи, которые ему набрали рядом, там, каких-то вальшнепов, которых тоже рядом же и настреляли. То есть и германская пресса, что любопытно, активно это дело педалировала, пускала в оборот, то есть считалось, что вот, смотрите, раз страна у нас в таком состоянии находится голодает, то император находится вместе с ней и никаких излишек себе не позволяет. А вот вагон-ледник раз в месяц с явствами это тоже. Но, тем не менее, забегая вперед, скажу вам, что несмотря на вот эти вот инсинуации, да, которые очень любят большевики, русский солдат, действительно, это реальность, питался, но его питание было вторым по качеству в годы Первой мировой войны. Да, кстати, я забыл оговориться в самом начале, здесь еще тоже очень важно это сказать. Мы будем говорить с вами вплоть до февраля, февральских событий 1917 года. Там еще чуть раньше будет, кое-что я объясню это, но я хотел бы, чтобы все понимали, что уже во время полного разложения армии, ее развала, массового дезертирства и вот этого всего остального, что там сопутствовало нашим двум русским революциям, естественно, нельзя говорить уже ни о каком ни о снабжении, ну и, собственно, о боеспособности войск. Поэтому хронологически мы заканчиваем как раз на том, пока армия нормально функционировала и существовала. Это тоже надо понимать. Вот эти все вещи мы отставим, этим будут заниматься люди, которые занимаются революцией. Следующий момент. Очень важно понимать, вот здесь уже начинаются различия, такие действительно коренные. Очень важно понимать, что в отличие от армии красной, армия русская, она, ну, пользуясь нашей привычной терминологией, она капиталистическая. Если она капиталистическая, то некоторые виды продуктов, некоторые виды даже обмундирования, снабжения и всего остального, даже рядовой солдат, самый обычный, мог себе купить за деньги. То есть то, что в Красной Армии было поставлено полностью на государственное снабжение, зачастую в армии русской солдат покупал себе сам. И вот здесь на этой таблице, смотрите, начнем давайте с офицеров, там видно второй абзац, мы смотрим. Стоимость суточного пайка в мирное время составляла 19 копеек. Это 70 рублей в год. В царских рублях это приличные деньги, я думаю, все это достаточно большие деньги, солдат содержался неплохо. В военное время я встречал разные варианты, но, как оказалось, плюс-минус от этих 19 копеек был небольшой, но, в принципе, так-то все и продолжало быть. Просто какие-то вещи из номенклатуры убрали, какие-то добавили, ну, с учетом того, что солдат находится не в пункте постоянной дислокации, а уже на фронте. Значит, офицеры, мы смотрим, офицеры получали столовые вот эти вот деньги. Для солдата, ну, давайте закончим с солдатом, вот вы видите приварочные и чайные деньги. А приварочные деньги, это деньги, которые солдат направлял на снабжение, ну, грубо говоря, себя какими-то, ну, овощи мог докупить, перец мог докупить, сало мог докупить, масло докупить, муку там, чай, сахар, вот это все люди покупали. Зачастую, пока армия еще была, здесь тоже важно это понимать, пока армия была кадровая, пока были спаяны воинские коллективы в русской армии, пока солдаты относились с уважением к своим офицерам, пока они были вот такой вот этой единой полковой семьей, Часто эти приварочные деньги и чайные деньги, они собирались всем миром, и на них покупалось что-то централизованное под ответственностью офицера, который занимался пищей, ну, это вот сейчас мы дойдем до этого офицера. И вот один из солдат вспоминает, высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, это они на фронт только приехали, главное, что нам нужно было узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко. То есть, первое, это от роты, от батальона высылали ребята гонцов, там, видимо, в соседние деревни, в соседние какие-то полустанки, станции, искали, как можно с мирными жителями местными договориться, что-то приобрести для своего ротного котла, чтобы разнообразить свое меню. Кстати, князь Ольденбургский, точнее, принц, я прошу прощения, принц Ольденбургский, это тот самый, который с Зелинским очень горячо спорил за противогаз, точнее, Зелинский был за противогаз, а Ольденбургский ему не разрешал. И только когда они вошли же в противогазе, там, в эту загазованную комнату, царь своим личным указом, значит, заставил войска поставлять противогазы. Вот этот вот самый Ольденбургский, он занимался еще и снабжением. И что любопытно, в отличие от противогаза, здесь он не проявил такой суровости своего характера, никого в ежовых рукавицах не держал, и издал отдельный приказ, согласно которому определялась номенклатура тех продуктов, которые солдат, не офицер, солдат мог позволить себе без всяких дисциплинарных последствий со стороны кого-либо приобретать на свои деньги. Ну, это как раз вот все, что мы видим, плюс какие-то продукты, которых, ну, естественно, в армию так поставляли, поставлять-поставляли, но совсем в другом виде. Это вот домашнего сала можно было кусок купить, это можно реально было взять молока большую, там, бутыль, ну, и вот что-то вот такое, что могли предложить крестьяне, местные жители. То есть это никак не возбранялось, единственное, там был перечень продуктов, которые нельзя было брать, это фрукты, там все скоро портящиеся, ну, понятно, по каким причинам, потому что либо это надо было быстренько съедать сразу, либо, ну, хранить это с собой, таскать никто бы не разрешил. Значит, следующее. Ну, я думаю, все уже посмотрели, давайте уже перейдем к картинкам. Ну, будем так вот идти, постепенно я буду включать эту картинку быта русской армии в Первую мировую войну. Следующий момент. Организация, как питание было организовано. Это тоже очень важный момент, то, о чем мы говорили относительно Великой Отечественной войны, также и в годы Первой мировой войны. Питание организовывалось поротно, то есть у каждой роты была своя полевая кухня. Во время, в мирное время это, конечно, не было так ярко выражено, но в военное время, когда роты, батальоны, полки в составе дивизий маршировали к фронту, сгружались со станций, конечно, полевая кухня в такой суматохе могла бы потеряться. Не следует забывать нам с вами, что для России в целом, вообще, ну и для всего мира, эта война стала действительно первой такой полномасштабной крупной войной, когда столкнулись миллионные армии. Когда там какая-то ротная полевая кухня на фоне вот этого всеобщего апокалипсиса, страха этого ужаса войны, она вообще ничего с собой не представляла. И то, что, знаете, там кухня какая-то куда-то потерялась, это никого не волновало. И здесь вот я постарался кое-что сделать. Сейчас, секундочку, я найду. Да, вот. Суточная дача, вот ради интереса, чтобы вы поняли масштаб событий. Суточная дача по раскладке протфуража в начале 1916 года на 50 тысяч человек. 50 тысяч человек – это эквивалентно армейскому корпусу. Значит, хлеб 325 пудов, сухари 2188 пудов, мука 2300 пудов, крупа 313 пудов, рис 75 пудов, сушеные овощи 52, соль 143, сало 210, чай 13, сахар 195, табак 52 пуда. И, что самое важное, мы никогда не должны сбрасывать со счетов лошадей, которых в годы Первой мировой войны просто объективно было гораздо больше, чем в годы войны следующей мировой. Просто потому, что это был основной транспорт. А для нас, для Восточного фронта Первой мировой войны, мы не должны с вами тоже забывать, что фронт был гораздо менее технологичен, я называю это так, по отношению к фронту западному. Это меньше авиации, меньше значительной степени, то есть фактически танков, гораздо меньше броневиков, гораздо меньше бронепоезда, там может быть можно поспорить, но бронепоезда даже как-то ситуативно применялись. В основном это, конечно, гужевой транспорт и кавалерия. И основным врагом всегда, это тоже надо понимать, мы там дойдем до окопного быта, основным врагом, в отличие от западного фронта, ну понятно, что на западном фронте тоже, но у нас все-таки это артиллерия. То есть все то, до чего достреливают вражеские орудия, как они могут точно и кем навестись, как огонь может быть скорректирован, ну и так далее, все, что с этим связано. И, соответственно, на 50 тысяч лошадей корпуса, обратите внимание, лошадей столько же, сколько людей, на 50 тысяч лошадей корпуса это 5,5 тысяч пудов сена, 25 тысяч пудов овса, и пайка лошади получается, что в сутки она выходила гораздо больше, чем пайка каждого человека. Для этого требовалось подвозить какие-то совершенно немыслимые количество резервов, снабжения и всего остального. Следует еще понимать, нам с вами тоже, пока мы еще не дошли, не перешли окончательно к полевым кухням, я бы хотел сказать еще несколько слов вообще о том, как организовано было снабжение в императорской армии. Пусть там такую обширную тему взяли, поэтому надо как-то вот ее так структурировать, наверное, кусочками. Снабжение в императорской армии было организовано нормально. Вообще, в целом, историки указывают, что было только два периода сложных. Это, естественно, связанное с разгромом двух армий в Восточной Пруссии, Самсонова и Ренинкамфа, и момент во время отступления Великого в Польше, в Русской Польше. Но даже там я встречал очень любопытные заявления, я вот зачитаю вам потом, но цитата очень классная, что как только полевая кухня переходила мост, мост взрывали, потому что офицеры, которые контролировали, саперы, которые контролировали взрыв моста, были абсолютно уверены, что после того, что как перешла полевая кухня, там уже никого не осталось, это абсолютно точно. То есть полевая кухня даже таким иногда маркером являлась. Итак, если возвращаться к снабжению, снабжение русской армии было организовано следующим образом. Ну, как и снабжение всех остальных армий, оно напрямую зависело от железных дорог. Но, как мы с вами понимаем, из-за потери определенных территорий, из-за потери крупных транспортных узлов, например, Варшавы, и неразвитости вообще в целом сети железных дорог по сравнению с Западной Европой, которая просто физически компактнее, не потому что у нас такая варварская, как многие любят говорить, страна, потому что она просто большая. Получалось вот это самое плечо доставки, в отличие от Западного фронта, оно было в России на Восточном фронте, оно было гораздо просто длиннее. Что любопытно, от этого страдали не только мы, но и немцы в такой же точной степени. Получалось так, вот меня в тот раз уточняли, поэтому давайте пойдем прямо от государства, грубо говоря, от гражданского снабжения. Значит, на нужды фронта выделяется определенное количество, ну, вот как я зачитал вам на корпус, только это на фронт. Выделяется определенное количество продовольствия и всего остального, все, что нужно туда, значит, привезти. Все это грузится на железную дорогу, товарные вагоны, на платформы и доставляется в так называемый, любопытно, что у нас тогда еще западные слова были в ходу, это все называлось не склад, а магазин. Все это доставлялось в магазин. Магазин это был фронтовой, то есть, если грубо, конечная станция по отношению к линии фронта, куда предлагалось нам это все доставить. Там в магазине все это распределялось согласно тем армиям от фронта, которые присутствуют во фронте. Было очень удачно для армии или меньшую, если мы возьмем единицу, для корпуса, если железнодорожная станция подходила к ним наиболее близко. А иногда действительно плечо доставки с гужевым, сухопутным каким-то транспортом, может иногда грузовиками, доходило там аж до 300-600 километров, что вообще это беда полная. Но по тем временам, я думаю, вы помните, как в Крымскую войну, какую злую шутку с русской армией сыграла эта доставка на подводах. Такая же история, собственно говоря, была и здесь, потому что фактически с того времени сам принцип не изменился. Ну и дальше от армейского склада мы передоставляли все это в склады корпусов, вот как я вам сказал, только корпусные склады, они уже были нескольких видов магазины. Это магазин продуктовый, магазин вещевой, магазин боеприпасов там, ну и так далее, и так далее. То есть уже их распределяли по номенклатуре. Дальше все это доставлялось уже конкретно в дивизию, а дальше уже распределялось так. Из-за того, что война носила позиционный характер, существует некое такое, знаете, мне вот оно даже в письмах встречалось, существовало некое такое деление, причем оно было очень ощутимое для солдат. Там, где наши части занимали позиции долго, там, где они уже обжились, там, где были полнопрофильные эти окопы, несколько линий обороны, и так далее, и так далее, и так далее. Вы представляете, я встретил очень любопытную вещь даже с рисунками, как это сделать. Такой рылся овраг специальный, укрытый с обеих сторон землей, дорога, по которой полевая кухня, без риска быть замеченной наблюдателями, даже с дымком, могла совершенно спокойно, практически вот до самой передовой продвинуться и накормить солдат. То есть это прям вообще такие условия, которые мало у кого были. С другой стороны, в условиях там отступления из Восточной Пруссии, там, или из Польши, снабжения нет вообще, от слова вообще никакого. Солдаты голодают, кто что нашел, тот есть, ну, то есть, ну, естественно, они будут писать в своих воспоминаниях и в письмах, ну, диаметрально противоположные вещи. Вот, например, где у меня было? Письмо солдата 14-го полка в конце 15-го года. А 15-й год – это отступление. Ну, вот уже. Мы здесь живем прекрасно, кормят нас хорошо и здорово. Например, утром пьем чай с булками и с маслом, два раза в день горячая пища, фунт мяса на каждого и сало дают, кашу варят и сами жарим себе картошку с салом. Одним словом, шик. Вот одно мнение. Другое письмо солдат 197-го полка в январе 16-го года, то есть, ну, совсем немного времени прошло от первого письма. Хлебы нам выдают по полтора фунта, черный, горелый, собака и та не будет есть. Да и дают мало. Суп, вода, одну-две картошечки плавает, а мясо съели по ошибке собаки и кошки, прямо за нас. Ну, так вот. Письмо солдата 1-го финляндского стрелкового полка в феврале 16-го года. Ну, это вот уже. Порции уменьшили, как мясо, так и сахар. Мясо за 1 фунт дают 3 четверти. Сахар за 16 золотников, полную норму, дают 12. И хлеба тоже 10-фунтовый каравай на 5 человек. Письмо солдата 173-го полка в феврале 16-го года. Сидим без хлеба по суток четверо и без порции, потому что хлеба не хватает у нашей России. И мясо тоже. И все вот так стали сильно сдаваться в плен. Пишет человек. Ну, то есть, вы видите, насколько разнились, скажем так, личностные восприятия наших солдат в отношении снабжения, в отношении пропитания, провианта. И я бы здесь опять отстаивал ту точку зрения, о которой говорил вам на прошлой лекции, которая касалась пленных красноармейцев. То есть, в полной мере доверять мемуарам мы не можем. То есть, конечно, люди говорят правду, но мы не можем сформировать полные картины, потому что, скажем, историк левого толка возьмет вот эти письма и говорит, ааа, царский режим не докармливал. А историк какой-нибудь царист возьмет вот эти там другие письма и говорит, смотрите, как прекрасно жили. То есть, здесь надо четко сопоставлять, брать большой массив, наблюдать, смотреть, где эти люди воевали, когда, почему и какие события этому сопутствовали на фронте. Значит, про доставку припасов мы с вами поговорили. Возвращаемся к полевым кухням. Значит, полевые кухни, по обычаю, я уже сказал, они были ротные. В каждой роте, поскольку армия капиталистическая, уж будем так выражаться, выбирался такой человек, которого называли артельщик. Артельщик – это человек ответственный за закупку продовольствия. Вот это то, что мы вначале смотрели, эти чайные деньги, приварочные деньги. Ему, грубо говоря, многие артельщику скидывались, выражаясь нашим современным языком, и артельщик что-то покупал для роты. Если говорить о приказах, о регламенте, о том, вообще, как жила армия, начиная с реформы 70-х годов, еще прошлого 19 века, сложилась такая ситуация, ее не раз все отмечали в русской армии, это было достаточно странно, но потом вроде бы как начало устаканиваться после русско-японской. Случалось такое, что в разных ротах, в разных сотнях или там в разных эскадронах полков, каждый эскадрон, допустим, у нас есть 4 эскадрона, у них 4 обеда, 4 эскадрона, совершенно разное, меню просто вообще не похожи друг на друга. И там, скажем, старший командир или начальник проходил, он вообще не мог понять, кто что ест, почему вообще они это едят, и как это все выглядит. А это было вот как раз по этой причине. И только к 1900, ну, грубо говоря, скажем так, к 1908 году, там, по приказу военного министерства, да все стало приходить вот в тот вид по табличкам, которые я вам показал. Во многом русско-японская война стала катализатором этого дела, потому что там выяснилось, ну, все знают, что там множество недостатков выяснилось, выявилось в русской армии, надо было что-то с ними делать, надо было их как-то решать. Ну, возможно, русско-японская нам здесь помогла. Вот. Значит, другой человек, важный в роте, после артельщика, ну, это, собственно говоря, повар, тогда его называли Кашевар. Любопытный факт, и тот, и другой, казалось бы, да, царская армия, опять же, там, это фельдфебельщина, про которую нам все рассказывают, офицеры с мордобоем, и все остальное, да, и тот, и другой выбирались ротными офицерами по ходатайству всех чинов роты. То есть, как мне это видится, видимо, на построении или каком-то общем собрании, брали и говорили, кто будет от вас, выдвигайте человека, которому вы доверяете, там, скажем, артельщик, он же с деньгами имеет дело, да, на Кашевар все это вкладывает, он может там все тоже какой-то кусок отпиливать, грубо говоря, крысить, как это принято говорить, да, поэтому это были действительно такие очень демократично, скажем так, избираемые люди, и, что интересно, опять же, один из ротных офицеров, ну, чаще всего самый младший, молодой, кто пришел недавно в роту, офицер, для него это была хорошая практика общения с людьми, как-то вот понимание воинской службы, назначался ответственным за кухню, и, естественно, вся полнота, вообще в целом ответственности за питание роты ложилась на ротного уже командира, который старший командир роты. Скажем, батальон четырехротного состава питался следующим образом в условиях боевых действий. Конечно, ту картину, которую я вам рисовал, она идеальная. На самом деле, в императорской армии поступали так, по такому пионерскому принципу, значит, допустим, батальон четырехротного состава выделял от одной роты людей, которые обслуживали все полевые кухни, то есть всех четырех рот в течение месяца. Месяц проходил, рота менялась, и люди из другой роты опять обслуживали все полевые кухни в течение месяца, ну и так по кругу, собственно говоря, круговорот этот шел, и ничего не менялось, в принципе, это всех устраивало. Значит, следующий момент, относительно, я помню, да, в тот раз, тоже вызвало это живую дискуссию, это относительно питания солдат и относительно питания офицеров. Так вот, еще один любопытный, интересный факт, в армии императорской русской офицер вообще, ну, по идее, по вот как было положено, вообще не имел права питаться из этого котла. Ему выдавались вот эти, как мы уже с вами говорили, столовые деньги, деньги, причем хорошие по всем временам, несмотря на то, что многие источники указывают, что жалование офицерское было небольшое, вот столовые деньги были неплохие, причем, в случае войны, ну, скажем, в годы Первой мировой войны, помимо столовых денег, офицеру полагалось еще содержание для семьи. ну, мне это напоминает, в советские годы там были такие особые эти вот пайки там для кого-то, для каких-то, для членов семьи номенклатуры, там, или еще для каких-то, кто на опасном производстве трудится, я помню, а бабушка там получала какой-то набор продуктов определенный. Точно так же в империи члены семьи могли рассчитывать на достаточно комфортное и неплохое содержание, офицер получал деньги. И, опять же, это очень любопытно с точки зрения вот того, какой путь проделала императорская армия к 1917 году. Офицер всегда, когда подходил к солдатам, они там питались или что-то варилось в полевой кухне, он спрашивал разрешение и солдаты, конечно же, естественно, всегда его принимали, что-то ему из своего котла давали, он с ними питался. Это реальная ситуация. И чем крупнее подразделение, ну, скажем, рота, тем менее это было заметно для солдатского желудка. А, скажем, в частях специализированных, которые в армии Российской империи стали, которых стало появляться все больше и больше, ну, это, скажем, егерские команды или конные разъезды разведывательные, которые были необходимы, какие-то там полевые электростанции даже и такие были, там, где, ну, экипаж ее составляли, не знаю, пять нижних чинов и один или там два офицера, да. Тогда получалась такая ситуация, что офицер вообще, ну, можно сказать, объедал солдата, да, потому что, ну, если вот он просил что-то, то он залезал в их котел, потому что он своего-то ничего. И офицеры, понимая это, со своей стороны всегда стремились вот эти вот столовые деньги потратить таким образом, чтобы и себе было, но и, ну, не знаю, там, послать денщика там своего или сам по пути, когда он шел, взять здоровенный такой, там, фунта на четыре, на пять кусок мяса и принести, чтобы вот один обед вообще на всю роту возместить, потому что, ну, понятно, мы опять же, вот как из Красной Армии, мы видели нормы довольствия лично для каждого человека, ну, понятно, что все это мясо бралось в кучу и крошилось на куски и складывалось в общий котел. То есть офицер тоже вот в кадровой царской армии, пока они не были выбиты, пока они не были, и солдаты эти не были выбиты, у которых были вот эти вот такие специфические армейские отношения, все это выглядело так. Кстати, мне как-то попадалось, если вам интересно, то, насколько из меня не изменяет память, я боюсь говорить, но, по-моему, вот это точная цифра в пехоте, в пехотных полках русской армии к моменту революции только 14% офицеров остались кадровыми. То есть, ну вот, говорят, то есть только 14% офицеров, которые начинали войну, которые имели образование специфическое, которые имели подготовку, это колоссально мало этого. Поэтому, опять же, это вот к слову, какой путь проделала императорская армия, это тоже нам важно понимать. Следующий момент. Помимо нашего с вами большущего восточного фронта, который вот и снабжался по тем нормам, которые, я сказал, на котором вообще были пылевые кухни, существовал фронт это кавказский, где изначально до, наверное, ну даже до начала середины 16-го года, до года 17-го, понятие пылевая кухня было такое очень, точнее, не очень, не очень знакомое для солдат, то есть, они не особо-то с ними встречались, потому что действительно большая война на Восточном фронте, определенные потери, там эти все ситуации, связанные с оперативным маневрированием, требовали как можно больше ресурсов отправлять на Восточный фронт, на Кавказском фронте, хотя там были успехи, вы можете представить себе, что там солдаты питались, вот я рассказывал это в лекции о питании Красной армии, то есть, определенная группа солдат, обычно 4-5 человек, на всех имели котелок, и в этот котелок, ну, как в старые времена, как еще во времена русско-турецкая 77-78 года, так же, как казачьи сотни, когда раньше тоже вот котелковая система питания, то есть, там люди объединялись вокруг котла, и отделения как раз строились вот по этому принципу, то есть, ну, кто вокруг котла сидит, те, считай, вместе и воюют, то есть, это тоже надо понимать, Кавказский театр, он был менее, что ли, технологичным, скажем так, для нас, но, тем не менее, туда к 17-му году кухни, конечно, тоже попали, и, опять же, любопытно здесь отметить большую, ну, вот, как и в Великую Отечественную войну, так и в Первую мировую войну, это отмечали и противники, большую связь с природой, смекалку, и вот выживаемость русского солдата, здесь очень интересным будет примером, это молодецкий, так называемый, молодецкий поход сотни Кагамалия в Персию и Ирак, когда казаки-кубанцы прошли сотни, не потеряв ни одного человека, больше тысячи верст, достигли Ирака, встретились с британскими войсками, там британский командующий, кто там командовал, я забыл, генерал, он их даже с бриноградами какими-то наградил, мелкие банды, они разгоняли по дороге, с крупными не связывались, там, или обманывали их, и вот все это время, я к теме питания это рассказываю, все это время люди питались казаки чем-то вроде пимикана, это такое индейское, полувяленое такое, как колбаса внутри лакомства, вот, можно сказать, и старыми монгольскими способами, когда, знаете, сушили под седлом мясо, ну, под седлом, на спину лошади и под седло, что-то вяленое с собой брали, сухари, в воду только ту, которую находили в источниках, то есть, ну, фактически, да, линейная сотня, линейного казачьего полка, который, ну, на и на довольстве стоит, она ушла настолько далеко, что просто принципиально вопрос питания стоял вообще, вот так, что найдем, то и будем. Ну, вот были... Они же по сотням были. Да, да, да. По сотням. Потом, кстати, кстати, любопытно, что это, раз уж я завел речь, любопытно, что это второй и последний в истории нашей страны случай, когда вся воинская часть полностью награждалась Георгиевскими крестами, но это после крейсера Варяг. Варяг и вот сотня, сотня Кагамалия полностью награждены крестами, и она превратилась там из четвертой Кубанской, она стала называться Георгиевская сотня. Такая очень известная воинская часть. Ну, ладно, перейдем... Вот, например, вот вы можете видеть русская полевая кухня, очень интересная, хорошая картинка, вот так вот Кашевар, видите, офицеры стоят, ну, в портупеях видно с погонами. Одни офицеры. Да нет, вы уже говорили, стоят одни офицеры. Да, 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 да. Кашевар. И Кашевар, вот, и они, и они, значит, вы можете видеть, они пробуют. Я, правда, не стал эту знаменитую фотку вставлять в презентацию, где царь лично приехал, войска, и... из полевой кухни, пробовал точно так же, как и здесь. И офицеры несли большую за это ответственность. И царевич Алексеевич, наверное, конечно. А вот я взял приказ знаменитого русского кавалериста первой шашки Российской империи графа Федора Артуровича Келлера. Он в те годы командовал третьим кавалерийским корпусом. Он писал, это приказ официальный, 25 января 1916 года. Ввиду уменьшения выдачи мяса предписываю начальникам частей принять все меры, дабы это не отозвалось на качестве пищи. Требую, чтобы борщ и щи были наваристы и густы, а каша была достаточно сдобрена салом и кашица к ужину не была бы жидка. Начальникам частей своевременно заботится заготовкой в достаточном количестве запасом продуктов. То есть до самого конца, выражаясь таким, империи страны, и революции, действительно вопросу питания уделялось самое пристальное внимание. Ну, теперь, раз уж мы прочитали приказ Келлера, я бы хотел затронуть еще один вопрос. Это вопрос самих блюд. То есть, что ели? Вот сейчас будет хорошее. Не чужды люди были и юмора в окопах, поэтому думаю, что скрасить свой воинский быт можно было и так. Я не смогу это вставить на ютубе. Ну, зато люди посмотрят, кто здесь есть. Живых не было. Да, живых не было, зато были такие. Значит, вопрос блюд. Давайте затронем. Ну, известно, первое и, наверное, самое основное блюдо, которое употребляли в пищу наши солдаты в годы Первой мировой войны, оно вот носило название, как и Келлер написал, это так называемая кашица. Кашица, не путать с кашей, на самом деле та каша, вот даже которую делали в Красной армии буквально там через 30-40 лет после этого, она сильно отличалась, это не каша. Кашицы называли вообще, в принципе, любую еду. Что интересно, я встречал, я правда не стал это цитировать, я по памяти вам расскажу, приблизительно буду цитировать, потому что не стал брать, там очень длинное описание, это, скажем, австро-венгерская точность. Значит, в австро-венгерской армии были приказы по русским военно-пленным, согласно которым австро-венгры предписывали, русских пленных, говорит, кормить надо просто, но в то же время русский привык, чтобы еда была навариста, густа и подавать ее в миске, наполненной до краев. То есть, вот что такое была кашица. И кашица это могла в себе содержать картофель, крупу. Солдаты очень любили, я встречал и фотографии, смотрел, и воспоминания. вот, пример основного вида обозов, как это выглядело. Я встречал очень много воспоминаний, примеров того, что наши солдаты любили хлеб употреблять не так, как мы с вами сейчас, то есть, мы едим какое-то блюдо и кусочек хлеба параллельно с ним в прикуску. Нет, не так. На ней этот хлеб шинковали, скажем так, на мелкие кусочки и топили вот в этой кашице, которую они едят. И получалось еще более густое такое для них, очень питательное блюдо. Ну, что-то вроде, да, можно назвать тюря, гуляш, что-то такое. Вот, и помимо кашицы, конечно, все виды супов. Опять же, супы, не мудрство, лукаво, в супы засыпалось все, и это напоминало вот эту вот такую сборную, да, сборную солянку времен Первой мировой войны. Вот это два основных блюда, которыми питались наши солдаты. Причем, все отмечали, что особого разнообразия в рационе русского солдата нет. То есть, он питается просто, достаточно однообразно, там, капусту завезли, месяц едим капусту. Но, несмотря на это, вот это зачастую, кстати, да, надо еще объяснить, зачастую питание двухразовое. То есть, трехразовое питание на фронте, опять же, быть не может. Если мы держим до сих пор в голове, мы не забыли, что наш самый главный враг это артиллерия, то кухня, это, ну, вот, помните, я рассказывал, да, про плечо снабжения, то кухня, как бы, ну, последняя, последняя веха на этом плече снабжения порой находилась до одного дневного перехода. А это очень далеко от позиций, потому что, действительно, кухня была, ну, сильно рисковала тем, что ее тяжелая артиллерия, у которой противника всегда было преимущество перед русской армией, могла просто накрыть, и тогда вообще все без обеда и без завтрака останутся. Поэтому питание, опять же, как и в годы Великой Отечественной войны, но только на более постоянном, я бы хотел подчеркнуть это, на более постоянном, на постоянной, на более постоянной основе, вот, смотрите, солдаты принимают пищу в полевых условиях, делалось так, обед, ну, точнее, ужин-обед в темное время суток, вечером, когда начинало темнеть, темнело, посылались, если окопники, посылались ходоки, так называемые, термосы уже существовали, если не было термосов, подручные средства, шли в ход любые, ну, посылались от роты так называемые ходоки, ходоки доходили до полевой кухни, иногда кухня, ну, я уже приводил случай, могла подъехать, как-то находили варианты, забирали на роту пищу, там, выдавали, то, что положено было выдавать, вот, например, по чаю, там колоссальная разница, красноармеец вообще чая фактически не получал, а солдат императорской армии имел чая на три заварки полноценные днем, и ходоки что-то получали в рассыпчатом варианте, что-то там так, так им сало какое-то выдавали, остальное горячее, в термосах, там, в косилках, все как было, и в роту обратно шли, такая же история утром, обычно получалось так, на утро кашицу, на вечер суп какой-нибудь, и во время марша приблизительно такая же история была, вот вы видите, это солдаты не окопники, это во время марша, также два раза в день, первый прием пищи, это когда рота проходила наибольшее расстояние, объявлялся большой привал, тогда полевая кухня по возможности подгонялась как можно ближе к роте, либо опять выделялись эти самые пресловутые ходоки, все наполняли котелки, а мы принимали пищу прямо так, следующее, следующее опять марш, небольшой отдых, марш, и прием пищи уже вечером, после окончания марша, и расположение на сон, на ночной привал, вот такая вот стандартная, скажем, двухразовая система приема пищи в армии существовала, и в принципе наш солдат был накормлен, сыт и доволен такой системой. А вот, например, смотрите, участник войны так пишет о сентябре 1914 года, в эти дни мы буквально голодали, ибо обозы не поспевали за нами по песчаным дорогам этого края, это Польша. Достать что-либо у местного населения не представлялось возможным. Само население жило в проголоде, а тут еще побывали перед нами немцы и забрали остатки. Бывало, попросишь хлеба, а старики и старухи плачут, сами ничего не ели. Плач и отчаянные мольбы встречали и провожали нас на каждой остановке. В это время главным пищевым продуктом нам служила брюква, которую мы собирали по полям и сырой поедали. К счастью, за всю войну такой голодовки мы больше не испытывали. Вот еще одно, так сказать, личное мнение. И давайте еще одну, я дам цитату, это по поводу, вы видели уже фотографию, по-моему, была, насколько я помню, должна была быть с поездом, как перемещались в эшелонах. Довольствие в пути на фронт имело следующий порядок. Для приготовления пищи в каждом эшелоне, в скобочках батальоне, то есть эшелон, иногда их соединяли в два, сам эшелон был эквивалентен батальону, чтобы батальон загрузился и поехал. Заняты были крытые вагоны, в которых установили те же походные кухни. И пища раздавалась людям приблизительно в те же часы, что и в мирное время при казарменном положении либо при марше. Для раздачи пищи пользовались более или менее продолжительными остановками, на которых люди шли к вагонам и кухням с котелками, а часто и с ведрами, если на несколько человек. Получали обед или ужин и располагались для принятия пищи в своих вагонах либо по сторонам полотна железной дороги в зависимости от продолжительности остановки поезда. Вот и все. А, ну и давайте, вот, ну, в принципе, ну, про большой привал, ладно, это я уже рассказал. Значит, следующий момент. Сухой паек. Это тоже очень интересный, для нас интересный момент. Что такое сухой паек в русской императорской армии? А в русской императорской армии сухой паек это ничто, его вообще не существовало. Ну, просто физически. Как не существовало, его, собственно говоря, и в других армиях того времени, может быть, за исключением, я встречал у британцев и у американцев какие-то виды продуктов уже таких присутствовали, ну, назовем их, наверное, сублимированными, что ли. Вот. В нашей армии сухой паек это устный приказ командира. Когда командир приказывает, давайте-ка, братцы, сухой паек на денька 3 и солдаты, исходя из этого, что делают? Естественно, насушивают сухарей определенное количество, что-то вялят, если есть возможность, по-быстрому, либо берут с собой сало в тряпку, там, может быть, булку какую-то покупают у кого, если есть возможность. Вот это весь сухой паек за одним исключением. Исключение это следующего характера. Я хотел бы затронуть эту штуку отдельно. Это русские консервы. Русские консервы тех лет, я так понимаю, я просто, к сожалению, не имел возможности по объективным причинам их попробовать, но русские консервы тех лет, я так понимаю, превосходят в качестве даже ту тушенку, которая у нас есть сегодня. Почему? Потому что мясо перед закладкой в консерву, то есть перед самим процессом консервации, жарилось. И только потом, уже в жареном, хорошо таком измельченном варианте, но как классическая должна быть тушенка, оно закладывалось в банку, и только после этого банка консервировалась, и уже потом проходил вот этот процесс обварки в горячей воде, тушение. Да, и смотрите, какая история, значит, забыл имя, фамилию, отчество человека, мужчина пожилой уже в 1966 году пришел в НИИ консервной промышленности СССР, притащил с собой банку консервную, нашел, говорит, там у матери, говорит, где-то в доме, она то ли там в подвале была, то ли что, а человек участник Первой мировой войны, сам. Я, говорит, ее хранил, мне ее на фронте выдали, вот как в качестве сухого пайка, да, я ее хранил, хранил, там перекладывал, переставлял, в общем, так и не съел, а сейчас случайно нашел. Ну вот, в НИИ консервной промышленности принес, банку открыли и съели. И ничего ни с кем не случилось, при этом отметили потрясающий вкус и отличную сохранность. Второе. экспедиция Эдуарда Толя. Все знают, да, там в поисках земли Санникова, начало века. Для того, чтобы полярники могли выживать в условиях украйнего, там, так сказать, севера, там на Таймыре, они делали в определенных местах такие складики небольшие. Складики выглядели следующим образом, это запаянный за, не знаю, как сваркой, ну, в общем, запаянный герметичный металлический контейнер, в котором находился определенный запас еды, там еще что-то, ну, если человек заблудился или там какие-то экстремальные ситуации возникли, они знали, где вот эти вот лежат складики, закладочки, и они туда приходили и могли в случае чего выжить там какое-то время и поддержать себя в работоспособном состоянии. В 1974 году одну из этих, один из этих ящиков нашли наши полярники, и любопытно было, что вскрыт он был в 2004 году с тем же самым результатом. Были проведены тесты там и все остальное и пробовали прям, кто осмелился, пробовал сам, ничего, все отлично, никто не это сам. Вот такие вот были русские консервы. И вот единственное, до что солдат мог рассчитывать это консервы. Причем консервные заводы в империи существовали, принято считать, с 1870 года. Вообще первый завод, по-моему, в 62-м открылся, но он там просто консервы еще не делал, насколько я помню. Поэтому давайте условно считать 70-й год. И консервами русская армия была снабжена настолько неплохо, что реально до 1917 года нам второй фронт, ну помните, да, как называлось тушенка в Красной Армии, не требовался, у нас был свой собственный. А вот в роли второго фронта для нас выступал, как я говорил, Николай Иванович приказывал рис давать солдатам, в роли второго фронта для нас выступал как раз рис. Империя активно все больше и больше, все в больших количествах закупала рис и все больше вводила его в рацион. Вот рис, да, почему-то так решили. Ну, он дешев, видимо, и с Японией были отношения, наверное, то есть, я думаю, что поэтому ни больше, ни меньше. А консервы, тушенка, да, действительно, своего производства, все было отлично. А, получается, солдат получал банку тушенки на день? Нет, не банку тушенки на день, там же, видите, опять же, в граммах указано. Там где-то 40 грамм. Да, 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 и это все выглядело опять по военному, по войсковому, то есть, в день банку никто не давал, но там в три дня давали, скажем так, то есть, все это, либо в день на двоих одну могли, ну, варьировалось вот это дело. Единственное, что долгое время на тушенке, на консервантах, на всем этом деле, это, нужно понимать, это риск возникновения цинги, там, всего вот этого подобного, мало витаминов очень. Кстати, единственная армия в Первой мировой войне, где выдавался лимонный апельсиновый сок, это британская. На опыте их флота, знаменитого владычицы морей, не очень давно поняли смысл цинги, еще в 18 веке они с ней успешно справились на флоте, когда солили лимон и консервировали, выдавали матросам. Также поступали в окопах Первой мировой войны. У нас, к сожалению, вот с этим было похуже, потому что не было таких колоний, как у них, чтобы лимоны так массово возить. как раз у нас был продукт намного, намного лучше всех до цитрусовых. Это квашеная капуста. Да. Это продукт значительно всего. Квашеная капуста, к сожалению. Круглый год причем. Вот, круглый год. Квашеная капуста, к сожалению, не обладает настолько высокими свойствами. Ну, это доказанные факты. Поэтому единственная армия только вот британская обладала этим преимуществом, к сожалению, к большому. Но у нас, опять же, подчеркиваю, не было таких ситуаций, чтобы так долго люди находились без определенного количества витаминов нужного. Кстати, практиковалось активно, я встречал и крапиву в супы добавляли, то есть какие-то там и кислицу собирали, то есть, ну, что-то вот такое могли это по воле, по воле, так сказать, командиров. Значит, еще один интересный момент, как я люблю говорить, перейдем к самому важному. 100 грамм. В русской, здесь все достаточно просто. В русской армии с 1914 года существовал сухой закон. Никаких, никакого алкоголя не было. Приказом от 1908 года в русской армии вводилась винная порция, которую солдат получал 10 раз в год. по праздникам в основном календарным либо христианским. А, еще один важный момент. Конечно, в офицерских, ну, уж надо оговориться, конечно, в офицерских собраниях глоток Мадейры могли себе позволить люди, они были, у них и деньги на это были, и найти они могли, да и солдаты, в принципе, могли найти. но того, что творилось, например, в армии французской, когда в годы Первой мировой войны солдат, дошло там, по-моему, в 16-м или в 17-м году, я сейчас не скажу точно, но дошло, оно шло, постепенно повышалась норма винная, дошло до 0,7 литра вина в день на солдата французского. И встретить во французских окопах французских солдат под шофе, это было, ну, не так уж то и непросто, достаточно часто это встречалось. У нас такого не было. Поэтому у нас, у нас действительно армия здесь в этом отношении была в большем, в большем порядке, наверное. Ну, офицеры, ну, офицеры, это офицеры. Значит, следующий момент. Можно еще, знаете, что здесь добавить? Это, мне кажется, тоже достаточно важно. Вообще, сказать несколько слов о положении в стране. Если Российская империя и по призыву людей в армию, и по их оснащению, ну, да, были какие-то проблемы, конечно, там, с винтовками, еще с чем-то, но проблема в плане продовольствия до полного развала как страны, так армии, так и фронта, ну, в принципе, фактически особо не существовало. Если мы возьмем нашего основного противника, Германию, да, это, ну, я не знаю, надо говорить или нет, но это там две брюквенные зимы, это 700 тысяч буквально вымерших мирных немецких жителей от голода, а Российская империя кормила себя, так еще и поставляла кое-что союзникам, там, зерно в основном. вполне себе справлялись и вот такой вот, наверное, ну, скажем, напрямую отчаянной ситуации, которая сложилась в первые годы Великой Отечественной войны, в первые годы Первой мировой войны такой ситуации не наблюдалось. И вот приказы я вам зачитывал, вот эти нормы я вам показывал, да, все эти нормы и приказы, которые были, их действительно стремились выполнять, а тыл стремился, ну, наверное, скажем так, максимально эти запросы покрыть, потому что, ну, кто-то писал из наших военачальников, ну, представьте себе, да, действительно, вот, и я зачитывал тоже, если в день накормить мясом роту солдат, это забить одного бычка, если забить одного бычка, то сколько нам бычков потребуется на эту роту, там, ну, в течение месяца, полугода, года, который находится в окопах на фронте, ну, представьте себе, что это будет за стадо бычков, и как нам надо будет его туда гнать, что надо будет, как их содержать, что с ним идет, тем не менее, это удавалось, но это действительно удавалось, и вплоть вот до, событий семнадцатого года, ну, вот я встречал, чтобы до конца уже быть, так сказать, объективным, во время богослужения, да, можете видеть, я встречал информацию, ну, что-то вот в конце шестнадцатого года, какие-то перебои уже начинались, причем, такие же, как, ну, связанные вот с, как в Петрограде, вот эта знаменитая ситуация, с хлебом, там, накануне революции, да, и так далее, что-то такое уже начиналось, там, военные интенданты, что-то об этом писали, ну, и в начале семнадцатого года, там, конечно, климатическое дело, еще было на дороге, вот это занесло, действительно, некоторые составы не могли проехать, но в целом, вот, где-то вот в этот момент какое-то объективное ухудшение наблюдается, но я бы не сказал, что видно, там, в донесениях, либо в письмах, либо даже в личных каких-то записках, такое фатальное настроение, единственное, что мне попадалось, это просто-таки ужасные отзывы о том, как жили солдаты Петроградского гарнизона, вот те, которые были в казармах, я сейчас постараюсь побыстрее вам пролистать, и пока буду рассказывать, кто вот лежит раненый, это мастерская полевая, это кузница, видите, солдаты указывают, что нам давали какое-то, вот вместо вот этого супа и кашица, там фигурирует слово хлебало, нам давали какое-то хлебало, которое мы выливали, вообще его невозможно не есть, не пить, ничего с ним не делать, кормит плохо, там все это самое, живем в казармах, все забито, а это Петроградский гарнизон, что ли, удивительно, любопытно, с фронта я таких не встречал, донесений или каких-то писем, то есть, выходит, что действительно, недалеки от истины, те люди, которые говорят, что вот это вот, предреволюционная ситуация, да, если действительно, они недалеки от истины, что вот эти вот переполненные казармы, запасные батальоны, все это не очень неправильно, и нужно, да, да, не все это правильно так содержалось, да, поэтому, ну, как-то вот, хотя это запасные батальоны, гвардейских полков, ну, да, и гвардейских полков, там, и обычные были, но, тем не менее, то есть, вот под Петроградом, да, какая-то в плане снабжения, сложилась очень непонятная, интересная ситуация, может быть, она была и накачанная, да, потому что на фронте, я еще раз подчеркну, таких осложнений не наблюдалось, теперь, ну, давайте так, скажем следующее, я хотел бы буквально несколько слов сказать о союзниках, о противниках, чтобы понимать, ну, на контрасте, да, насколько у нас было все, ну, кому-то покажется хорошо, кому-то плохо, ну, начнем, наверное, с противников, потому что в Германии, конечно, просто жутко было, с едой, германский солдат, времен Первой, Первой мировой войны, что любопытно, они долбились на, на двух фронтах, то туда, то сюда, их там перебрасывали, что только не было, питались хуже всех, вот эти вот, эрзацы, все знаменитые немецкие, нам, начиная от кофе, а у них, вот, в отличие от нас, во всех европейских армиях, была традиция уже пить кофе, у нас кофе не любили, не нравилось никому, пили чай, продолжали, у них был эрзац кофе, и брюква вместо хлеба, и норма хлеба для немецкого солдата 700 грамм составляла, вы можете себе представить, и он не всегда ее еще получал, то есть, действительно, ситуация была очень тяжелая, более того, там было какой-то, ну, это как в стране, и в армии, мы не будем, не будем в разрыве рассматривать, там было какое-то сумасшедшее решение немецких гражданских властей, забить всех свиней, в стране, потому что они потребляют картофель, немцы были настолько богатые, что кормили свинью картофелем чистым, для того, чтобы не тратить картофель, они забили свиней, значит, свиней этих отправили забитых в армию, какое-то время армия нормально питалась, это такая брежневская, да, штука, или кто это, или Хрущев, Хрущев, да, провернул такое же что-то, некоторое время люди нормально питались, мясо было, потом исчезло вообще все, а вслед за этим, в 16-м, по-моему, году случился, как это под такой злой рок в Германии, вот был, они начали эту войну, случился неурожай картофеля, и то, ради чего забивали этих свиней, вообще ухнуло, и даже картофеля не было, ну, если вы представляете себе, немецкий солдат был такой совершенно недокормленный чувак, в Австро-Венгрии ситуация была в этом плане получше, причем, австрийцы и немцы помогали припасами, и фактически до 17-го года, мы же знаем, что Австро-Венгерская империя тоже приказала долго жить, тем не менее, Австро-Венгрия умудрялась кормить, по свидетельству наших русских пленных, умудрялась кормить их полностью по конвенции, то есть, все давали по номенклатуре, но я уже вспоминал вам вот это, по кормлению, значит, лучше всего питался солдат французский, на втором месте наш, я уже говорил, французский солдат ел, конечно, странно, ел в полном объеме, но к началу боевых действий, в Первую мировую войну, во Франции вообще не знали, что такое полевая кухня, более того, солдаты редко объединялись вокруг котелка, у каждого было личное, ну, традиции республики, наверное, демократии, ну, как это, что-то подобное, ну, в общем, каждый солдат мог отказаться от казенного армейского пайка, и взамен получать чистые деньги, на которые он что-то покупал, либо ему высылали из дома, любопытно, что рацион некоторых солдат, не офицеров, это сыры, колбасы, вина там, то есть, прям вообще, и скрипя сердце в ходе войны, кстати, полевые кухни, что любопытно, мы у французов закупили каски, адриановские шлемы, такие с гребешком знаменитые, а французы у нас полевые кухни, потому что, ну, своих вариантов не было, долго это все было придумывать, разрабатывать, они у нас, их взяли, и с успехом, прекрасно ими пользовались, там, до того, там уже пока после войны, свои варианты, работали, вот, и, да, французский солдат, действительно, был такой кормленный, хороший, другое дело, солдат британский, вот, помимо сока лимонного, о котором я говорил, британский солдат питался гораздо более скудно, потому что, во-первых, империя была, ну, над которой никогда не заходит солнце, но это накладывало гигантские ограничения в плане подвоза продовольствия, и там, если мы говорим о трех миллионах тонн, да, продовольствия, которое британские корабли торговые смогли перевести в годы войны, этого все равно не хватало, во-первых, а во-вторых, это рейдерская война, подводная война, куча всего, что могло бы попасть в желудок британского солдата, просто оказалось на дне, утопленное немецкими лодками или рейдерами, там, посмотрите, сколько один Эмден крейсер в Тихом океане, там, побезобразничал, сколько он там понатопил всего, сколько гадостей им понаелал, вот, и, ну, конечно, еще самые наши богатые ребята, которые позже всех вступили в войну, это армия американская, у которой я сейчас тоже не буду вам, не стал отдельно делать, я думаю, что это, мне кажется, это достойно отдельной лекции по питанию наших союзников, как в Великую Отечественную, так и в Первую мировую войну, это надо как-то отдельно, но у американцев номенклатура питания, вообще там 5, 4, 5, там, или 6 вариантов пищи, не всего, наименований, но зато почти там чуть больше 5000 калорий, то есть, дешево, но сердито решили поступить, и кормить, там, зерновой кофе, кстати, в Америке, любопытно, в эти годы у офицеров приобрело большую популярность, то, чем мы, наверное, с вами пользуемся каждый день, это кофе, не зерновой, который надо молоть там в машинках, или что-то делать, а вот тот, который у нас прям сейчас растворимый, там патент один, американец получил на него до войны, этот кофе поставлялся в армию, американцы его любили, там, видимо, делились, и он вошел в такую моду, и прям стал таким повседневным продуктом, вот такой вот интересный факт. Ну и, собственно говоря, наверное, наверное, я бы переходил к вопросам, давайте, может быть, обсудим с вами, чего не успели обсудить, чего не затронули, что еще интересно. Вы очень много интересно рассказывали про питание, но практически это ничего не говорит про быт. Ну да, 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 я это объяснил вначале, я затронул быт и питание как раз с той точки зрения, но мы же не будем объединять питание, ну не знаю, со сколачиванием нар в окопах, или рытья, принципы рытья окопа полного профиля, да, я не думаю, что это, во-первых, интересно, во-вторых, нужно. Именно быт, я употребил здесь слово как раз в том контексте, что быт в Первую мировую, как у нас, ну и на Западном фронте, наверное, в большей степени, потому что он был менее подвижен, чем восточный, у нас все-таки был простор побольше, границы побольше, фронт побольше, несколько маневренных операций все-таки было. Тем не менее, быт именно окопный, я как раз об этом говорю, он накладывал свои вот эти определенные вещи, как я объяснял, что вот делали этот овраг для подвоза полевой кухни, это было вот, то есть неотделимо от статуса, и тогда же появилось слово окопник, да, и вот это было неотделимо от статуса солдата окопника, то есть кто-то питался как окопник, а кто-то уже в тылу совсем по-другому. И если в окопах солдат, ну, офицеры шли на определенные уступки, разрешая солдатам там в первой, во второй линии из каких-то подручных кирпичей, камушков, делать печурки там вот эти Г-образные, чтобы разогревать чай, да, тихонько там дымок идет, ну ладно, все равно нет, на первой линии по ней и так стреляют, то есть, ну, разницы никакой нет. Вот это вот все я имел в виду, то есть какие-то определенные послабления солдатам окопникам, они всегда будут видны, они всегда будут просто по той причине, что, ну, каждую секунду, каждую минуту тебя могут убить, ты рискуешь своей жизнью, и это действительно, ну, того стоило, чтобы давать какие-то определенные послабления. Это я имел в виду под бытом, а не вот систему повседневной жизни, сколачивания нар там всяких. Вот, кстати, вот, офицерское, можете видеть, офицерское собрание. Очень интересный слайд. Там был сухой закон, да, я тоже, когда смотрел фотографию, я обратил внимание, фужеры, рюмки присутствуют, и вон бутылка вон стоит с чем-то. Значит, все-таки что-то... Нет, это о летчике. Это в тылу, это авиаторы, да, авиаторы одной из частей. И вот, кстати, что интересно, смотрите. Знаете, сейчас на аэродромах, ну, я не знаю, кто в армии служил, может, или там в войсках связи, в авиации видел. Вот это вот полевая электростанция. Уже тогда появились. В кунгах, можно сказать. То есть, вот, пожалуйста, очень интересное фото, мне тоже понравилось. Ну, вот, видимо, офицеры-инженеры, которые обслуживали, пожалуйста, на машине. Еще. Да, конечно, все-таки, давайте только... Сейчас, можно вопрос? Да, по очереди только. Откуда столько чая в России, вот, на фронте было, если в России интересует вообще каких-то не было. И как банократчичный вопрос решили, борьба со шалами и прочее, заедали. Значит, касательно чая. Чай, как мы знаем, доставляют из тех же мест, откуда доставляют и рис, о котором я очень много говорил. И отношения с теми державами тогда, в годы Первой мировой войны, у нас были неплохие. Мы знаем, что русская армия закупала и винтовки Арисака, японские знаменитые, да, и там по рису, в частности. Еще там по каким-то агрегатам, по металлу, я знаю, сотрудничали. Таким же образом и чай, ну, это же известное дело. Оттуда и брали. Потому что понятно, что, ну, в наших условиях, там, где у нефтебережья растить, его нету просто. В таких количествах, вы сказали, красный армия, да, в товарных, в товарных, в товарных, в товарных количествах чай имелся. И вот чай пили, я же говорю, вот только что предыдущий я комментарий давал, чай пили, чай пили даже в окопах. Это считалось прям, ну, как бы совершенно нормальным, выпить чаю. Второе, банно-прачечные процедуры, опять же, делились на два вида. Это вот, можете видеть, богослужение, я так понимаю, где-то на продовольственном складе какая-то тыловая часть снабжения проходит богослужением. Банно-прачечные процедуры точно так же делились на, ну, скажем так, на две категории. Первая часть банно-прачечных процедур, это та, которая происходила в окопах, но фактически она не происходила. Потому что, во-первых, нет воды. Если вы позволите мне быть, так сказать, предельно близким к реальности, я вам объясню. Линия фронта, месяцами часть определенная не снимается со своего участка. Это одних, я прошу прощения, испражнений вокруг окопов на месяце. Это убитые лошади, это неубранные трупы на нейтральной полосе, с которых выделяется трупный яд. Это вода, которая после дождя в окопах непригодна к употреблению. Кстати, это большая проблема в отношении быта. Мы что-то вот не сказали, мы раз про питание. Да, в питании это вода. Вода подвозилась централизованно в бочках, на лошадях. Это целая большущая проблема. Фляга 0,7-0,8 литра. У бойца этого категорически не хватает, особенно летом при потребностях 2 литра воды в день на человека. То есть, огромная проблема, и воды взять неоткуда. Копая колодцы, скажем, где-то в прифронтовой полосе и так далее, вот учитывая то, что я сейчас сказал, это просто обрекать на дизентерию и массовую смерть от этого своих бойцов. То есть, запрещали это все пить. Ну и солдаты и сами знали, они же не дураки это все глотать. Поэтому в окопах вопросы личной гигиены отходили на второй план. Какие-то только элементарные вещи. А другое, другое, это вывод роты, вывод батальона, либо целого полка. И там уже по стандартной процедуре. Бензин, либо в бочку туда белье. Ну и дальше, как мы все знаем, по-моему, постриг, проход в баню, там какие-то химические порошки, если есть, если нет, там чем-то природным, какое-то растение я забыл есть, там тоже как-то охаживали специально. Баня опять же хорошая. И только так, только так. Вот это все банно-прачечные процедуры. Хотя комплект белья сменный в ранце имелся и белье подвозилось. Его меняли, но, к сожалению, бороться вот в полном объеме при том уровне развития не получалось. Кстати, вот и сейчас перейдем к вашему вопросу. Вспомнил любопытнейший факт, я читал. Один из солдат, Корнаухов, по-моему, его фамилия, писал в конце 16-го, начале 17-го года, что тогда, говорит, уже по вине агитаторов, там или в каких-то, ну вот, неблагонадежных, скажем так, частях, начиналось братание с немцами. И он был свидетелем этого. Он пишет, что братание с немцами совершенно любопытнейшим способом происходили. Значит, шли наши куда-то там, это шушукаться с немецкими солдатами, где-то на нейтральной полосе встречались. И немец спросил, что, картофелю, хлебу, что-то, ну, давали, в общем, что-то из провианта, а взамен получали бритву, мыло, да, там что-то, ну, в общем, изделия промышленные. И вот это очень любопытно, да, что немцы нам давали изделия промышленные, а мы немцу давали продукты, потому что с ними реально жрать нечего было. А у нас было это, ну, бритва немецкая хорошая, качественная. Вот к вопросу тоже гигиены в окопах, вполне себе ничего, с утра зеркальце поставить, водички немножко нагреть и побриться. Почему нет? У меня отец участвовал в начале Первой мировой войны, и он рассказывал, что подвозили продукты, может быть, что-то еще на лошадях, используя крестьян этих сел, а обратно на этом же они вывозили раненых вольных. Вот так ли это было? Да, это действительно так. Во многих случаях, ну, я рассказывал, что поощрялось общение с местным населением, с точки зрения товарно-денежных отношений, бывалые, так сказать, вольнонаемные, скажем, работы. Могли нанять что-то строить, могли нанять, вот возить раненых, могли нанять крестьян, если были подводы, что-то подвезти от станции, если не было армейского штатного транспорта. Могли что-то и реквизировать. Вот, например, во время большого отступления в Польше, это очень частая практика была, чтобы немцам не доставалось. Прямо отар и скота огнали с собой, забирали, выжженная земля, в общем, забирали все, что могли забрать. То, вполне себе. Но, чаще всего, офицеры, во-первых, имели деньги, русские, и они не стремились нарушить такими вот реквизициями, массовыми отношениями с мирными, и они давали расписку, подкрепляя ее деньгами. То есть, ну, вполне себе, такие, очень гуманные отношения были. Не встречал я того, чтобы как-то мирный житель очень уж плохо на русскую армию реагировал, скорее на немецкую, недоедавшую. А каково было соотношение, вот этого централизованного снабжения, да, и денежного удовольствия, по отношению, вот как бы, к общей сумме? Да, понятен вопрос, понятен. Конечно, централизованное снабжение, ну, подавляющую часть занимало. Здесь просто в условиях миллионной армии, ну, сами понимаете, в условиях, опять же, той системы снабжения, которую я вам рассказал, ну, конечно, только централизованное. А вот, вот эти чайные, там, приварочные деньги, которые существовали, это, мне кажется, что это действительно, во-первых, приятно было, что человек мог там что-то, он рассчитывал, что у него что-то есть, он мог что-то купить. Но это, да, скорее, приятное дополнение, нежели, действительно штатный, скажем так, элемент снабжения, мы не можем рассчитывать, что каждое утро нам по бутылке молока поставят, там, и по куску сала дадут, ну, это просто невозможно физически. Поэтому соотношение подавляющее. Я бы сказал там. Интендантство, оно в основном все-таки централизованно получало продукты. Здесь все-таки, я уже говорю не конкретно, вот это выдача, а уже как бы заготовки продуктов. Интендантство вообще, оно при фронтовой полосе обсуществляло вообще такие массовые закупки? Да, конечно, конечно. Интендантство, оно опять же, капиталистический характер царской армии, оно обладало деньгами в первую очередь. И если мы воюем в той местности, в которой наличествуют у народа излишки чего-либо, что мы видим и можем поставить это в войска, совершенно невозбранно мы это покупаем и поставляем в войска. Скажем, ту же самую брюкву, которая меньше росла в одной части России, а больше росла на территории Польши, вот уже когда переходят в Германию, чему нет? Закупали там или просто брали, если поля брошенные, реквизировали. Кстати, есть и такая практика, когда солдаты русской армии с ведома командиров и по просьбе интендантов объединялись в определенной численности состава команды и сброшенных полей на нужды своих подразделений, собирали. Поскольку армия крестьянская, естественно, наша, она призвана из соответствующего сословия, уже бывшего, но все равно самого крупного, все ребята умели это делать, это быстро получалось, подводы подогнали, суроты встали, собрали, и все, и увезли. И уже даже если нету хозяина, то и платить-то никому не надо, потому что там люди убегали, куда-то девались, вполне себе. Но точного соотношения, конечно, я вам не скажу, но оно все равно не в пользу вот этих вот, так сказать, ситуативных мер. Оно все-таки все равно на стороне централизованного снабжения. Сейчас, секунду. Да, 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 конечно, я вот когда говорил о системе тыла, да, я еще раз повторю, я говорил, система тыла существовала полная, разветвленная, вот я говорю, от тыла, от тыла, глобального тыла от страны к фронту, от фронта к армии, от армии к корпусу, корпус разделяет по видам патроны, боеприпасы, вещевое снабжение, провизия и так далее. И все это уже от корпусного расходится, ну, подводами, конечно, обычным, обычным плечом. Его старались сократить, и это все расходится в действующей части, в действующем антиданте. А система обеспечения продовольств по поводу во флоте? А во флоте совершенно единое, ничем вообще не отличалось. Я даже специально смотрел по Потемкину. Ну, тогда нормы были чуть другие, это все-таки до восьмого года, до приказа. Но я все равно смотрел и по мясу, и по всему остальному. Там единственное, морякам все-таки, во-первых, выпить позволялось чаще, во-вторых, да, во-вторых, были моменты, связанные, опять же, с их долгим присутствием в море, там старались побольше витаминизировать рацион. Но это не связано с основными блюдами, это скорее что-то, ну, там фрукты какие-то. Макароны, да, кстати, хлебобулочные изделия на флоте тоже, ну, своя специфика небольшая, это тоже шло вот в Дурбах, учитывалось в хлеб, но это шли макароны там, макаронные изделия. Некоторые исследования считают, что было очень затылено поставка продовольствия в войсках, особенно в Кавказской армии, там было, даже было подсчитано, что около 30 тысяч человек было умерло от цинги, если не хватает продовольствия, с чем это объясняет? Ну, во-первых, от цинги, я уже говорил, от цинги умирали не только на Закавказе, на Кавказе, умирали по всему фронту, потому что все-таки невозможно было поставить в тех условиях нужное количество витаминов здоровому мужчине, который, как я уже говорил в лекции о Великой Отечественной войне, который требует 4,5-4,6 калорий в день, но это еще должна быть высоко, так сказать, эффективная, в общем, пища и витаминизирована. Усваиваем. Да, усваиваем хорошо, этого добиться было нельзя просто. У вас были таблицы, которые приводили, там все, 200 было калорий? Нет, больше, больше, 200 это мирного времени. считалось, да. и видите, в чем дело. Да, недостатки снабжения, но я же говорил уже, что они где-то вот к январю 17-го года, к концу 16-го, они начали каким-то образом проявляться. Но я пока не сделал для себя однозначного вывода, который для себя сделали историки определенного толка, который долго этот момент изучали. я говорю, в некоторых частях люди пишут, что все нормально, в некоторых частях вообще беда, провал, некуда деваться. Это очень ситуативно, это, мне кажется, надо поднимать вообще весь массив письм, но это невозможно было мне сделать при подготовке к лекции, но я думаю, что рано или поздно определенный труд появится. Хотя я вот уже говорил, что да, по самострелам, по всему, к концу войны, вот к этому моменту, к 17-му году, да, определенные тенденции есть, я не буду их отрицать, и в питании они тоже были. Да. Спасибо за очень интересную лекцию, вопрос такой, особенность питания многочисленных национальных контингентов в халяль, в каши, как выходили в положениях? Да, особенности, это интересный вопрос, особенности питания национальных контингентов, кстати, в отличие от армии советской, где этого, в принципе, не надо было делать, а в армии русской это учитывалось. Вот, скажем, был такой известный еще один кавалерист, кроме графа Келлера, это Гусейн Ханна Хичеванский, азербайджанец, он командовал кавалерийским корпусом, тоже у него были и национальные части, в том числе, кстати, если интересные награды, Георгиевский крест им давался без Георгия Победоносца в центре, то, опять же, учитывая национальные особенности, религию, там, и так далее. И такая же история была в снабжении этих частей. Поскольку к тому времени, к Первой мировой войне, национальные части, они уже были дивизией, то есть, это достаточно крупные соединения. Ну, там, давайте для эталона возьмем, чтобы все понимали дикую дивизию, да, ну, это же дивизия, дивизия, это крупный контингент войск. Соответственно, на, вот, корпусном уровне, как я вам говорил, да, по системе доставки, там, плечевой, на корпусном уровне, мы с вами можем учесть, что у нас в составе корпуса, скажем, одна или две такие дивизии, и просто не направлять туда свинину. и в этом нет никаких проблем, туда-сюда переместить, это, для корпусного интендантства, это, поверьте мне, это совсем небольшая проблема. Большая проблема, это вообще, как все вот это сделать, и как настроить систему, а кому что, в каком объеме передать на складе, это, голова вообще за это меньше всего болит, это действительно так. Еще один вопрос. Очень много с теми, фотография, празднования Пасхи на фронтах. Пост мелигиозный, есть ли какие-то спецы очевидцев, соблюдался, не соблюдался? Это, спасибо большое за вопрос, это то, о чем я вспоминал в ходе лекции два раза, благополучно забывал и не рассказывал. И вот, наконец, я поэтому, я люблю вопросы, мне, наконец-то, напомнили. Пост. Действительно, армия была на 95% православная, христианская, пост соблюдался, но соблюдался, ну, скажем так, с армейским колоритом. Мясо заменялось на рыбу. Морскую, либо речную, где как было. Ну, опять же, с той точки зрения, какую возможно было поставить в данный конкретный период участок фронта в какую часть. Но, чтобы вот соблюдать пост так, как положено это делать в мирной жизни, этого не было. Это невозможно просто, потому что солдат будет... По канонам воюющий, путешествующий. Да, да. Воюющий, путешествующий может просто, потому что дело даже не в этом. Мне кажется, если бы даже и хотел кто-то соблюдать пост по всем полным правилам, и вы бы не разрешили это делать командиры и начальники, потому что вот этот, ну, уже через несколько дней солдат потерял бы силы в окопах. Это невозможно. Нам нужен сильный, евший, нормальный солдат. и да, мы проводили богослужения, все соблюдали и специально меняли мясо на рыбу. Это такой символический жест, чтобы и солдат понимал, и все понимали, но полностью, конечно, нельзя было от этого старались уйти, просто под причиной того, что надо быть, как это, армия, как говорил Фрейдрих Великий, как я уже говорил в тот раз, как змея ползает на брюхе. Так что и нам надо было ползать на брюхе, наш солдат должен был быть сыт. А вот почему не упоминается бобовый горох? Да, да, бобовый горох, они входили, они входили, причем, что любопытно, опять же, как не упоминается и картофель, вот, кстати, пилотские шлемы, интересные, блин, я столько фотографий вам собрал, не успеем смотреть. Да, кожаные пилотские шлемы, мастерская тоже. Это фотографии из летной части. Вот, ремонтируют, ремонтируют самолет, например, а вот доставка, доставка продуктов, там разбор продовольствия, тоже вот прям по нашей теме снабжения. Значит, бобовые, как и картофель, что любопытно, интересно, они почему-то не учитывались в нормах, и они, я так понимаю, опять же, как и картофель, вставлялся, грубо так скажем, в таблицу, там, где на место хлеба, если был картофель, либо делился с ним. Также и бобовые вставлялись в крупы, либо делились с ними, если были. И вот, те воспоминания, о которых я вам говорил, в Петроградском гарнизоне, когда солдаты очень недовольны были питанием, и называли его хлебовым, это была чечевичная. Это была чечевичная похлебка, которую, они же на казарменном положении, у них было даже трехразовое питание, и тебе, короче, давали эту чечевицу три раза в день. Сначала тебе дают кашу эту из чечевицы, потом суп из чечевицы, вечером опять кашу из чечевицы, она, суп от каши не отличается вообще, первый прием пищи от второго тоже не отличается, а третий не отличается от первых двух. И ты сидишь эту чечевицу, жуешь, в общем, целый день. О нормальных табабовых, но опять же, если интендантство, скажем, корпусного, армейского уровня, либо вообще из тыла подвозило все это, или горох, или там бобы, пожалуйста, это все поставлялось, и из этого варилось в полевой кухне, в общем котлеи, да, почему нет. А как раз в отношении приварочных и чайных денег, не нашло на препараты для этих чайных денег? Вот это я уже говорил, приварочные и чайные деньги, я говорил в начале. Говорил. А из чего я должен? Хотел содержание офицеров. Вы рассказывали, что им выплачивали деньгами, так называемые столовые, но это актуально в мирное время, когда часть располагается... Нет, это и в военное время тоже. Сейчас выточню, нет, это актуально, вообще вот, и именно в мирное время, эта часть, спортирована в одном месте, но это фронт, фронт, у тебя на многих километров есть одни окопы. Ну, дали тебе деньги, хоть тебе там дай золото, алмазы, бриллианты, а как, где офицеру тратить? В отличие от солдата, офицер имел чаще возможность перемещаться в тыл. Соответственно, и офицерам, и фельдфебелям иногда, если в хороших отношениях были, кто-то там по каким-то делам отъезжал, ближайшие населенные пункты, станции, полустанки. Тот приказ принца Альденбургского, о котором я вам говорил, он вообще был не просто приказ по тому, что можно или нельзя кому-то продавать, но вообще там еще фигурировал один пункт о том, что вообще неплохо было бы на станциях, полустанках и на промежуточных остановках, в которых бывают части русской армии, вообще это дело организовать. Конечно, в приказном порядке этого сделать не получилось, понятно, что сама все затея такая очень амбициозная, мягко скажем, но в целом это было. Торговля на полустанках, на станциях, и офицер, либо там фельдфебель, опять же повторю, кто уходил туда в тыл по каким-то делам, солдаты могли подойти, попросить там что-то, дать денежку на что-то, он обязательно своим бы захватил, что-то по пути принес, привез, как-то довез, и столовые деньги шли не только на это. Зачастую, давайте не забывать первое, что у многих офицеров, многие офицеры, во-первых, были дворяне, во-вторых, многие части были кавалерийские, в-третьих, многие части были гвардейские, ну где происхождение людей до сих пор не давало им покоя, и у них были денщики, денщик, в отличие от офицера, мог быть послан вообще, он же не строевой, но он мог вообще из-за окопа быть послан куда угодно, хоть за 300 верст в магазин, и купить, что ему офицер по списку, да, стоит сделать. Это совершенно не было проблемой, и столовые деньги в большом объеме, вот, ну, мы там смотрели вначале, если командир корпуса до 5, 5,7 тысяч рублей получал, столовых только, это не считая жалования там всего остального, если он получал 5, там, больше 5,5 тысяч столовых, ну, понятно, что он семье отправлял большую часть, так же, как и ротный офицер обычный, который получал там 90, 100 рублей, он тоже большую часть отправлял семье, ему в армии столько не нужно было, он, я повторюсь, опять же, мы затрагивали тему, он либо питался с солдатами, там, как-то им помогая, либо через деньщика организовывал свой быт, либо вообще сам себе что-то покупал, и все. Столовые деньги, это нормальная практика, они были нужны, важны, и развивали вот эту вот полустаночную, престанционную торговлю, а ведь мы письмо читали, кто-то там булки даже покупал, раз булки-то покупали, значит булки были, немного, но были. такой вопрос, продолжение уже за темы, касательно национальных частей, то есть, когда крупная национальная часть, тоже введенная, понятно, относительно просто ее снабжать вторым деталям, но груз по императору Старингу во время войны стали поступать, насколько я учитал, в книге Никто не призывался. Никто не призывался. У нее написано, что в некоторой части поступали, например, жители мусульманских регионов, этого не было. Нет. Призывались православные, значит, когда объявили призыв по Средней Азии, вы знаете, причем призыв-то не в армию, а на работы, там все восстание поднялось, причем кровавое, жестокое, мусульмане призывались в русскую армию исключительно на добровольных началах и служили там только добровольно, причем почитая это за большую честь и гордость. Да, никаких проблем это не было. И опять же, они сводились в отдельные части. Возможно, я специально, не буду скрывать, я специально этим вопросом не занимался, но возможно, как-то может быть в какую-то обычную пехотную часть попадет человек, но я, во-первых, не думаю, что для него будут делать какие-то исключения, раз он туда попал. Это штатная линейная часть строевая, вряд ли что-то будет. Во-вторых, мне кажется, тогда стремились всеми силами этого не допускать и формировать вот как раз по принципу. Почему бы и нет? А вот специальные нормы питания для отдельных видов для долг поиск существовали? Ну да, 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 это тоже очень интересный вопрос, но дело в том, что специальные рода и виды войск в то время находились в русской армии, не будем этого скрывать, в зачаточном состоянии. И возьмем, ну кроме флота, но флот мы уже затронули, возьмем, авиация, да, как и в Великую Отечественную, им больше полагалось, они больше получали, как и солдат, но там солдат, там солдат-то вообще почти не было, да. Та же история с бронечастями, броневики, броневиков, броневиков у нас вообще основная броня, русская армия, все-таки это колесные броневики, были они танки. Там, да, тоже люди получали побольше, нормы были побольше, но на фоне тысяч пехотных полков, это такой мизер, что как бы в отличие, опять же, от войны моторов, Второй мировой, это можно рассмотреть отдельно, и нормы эти есть, я просто их сознательно не стал брать, потому что, ну, что там этих 20 там, или сколько их было, этих Илья Муромец, бомбардировщиков, ну зачем это все, кому это нужно, все истребительные части не особо развиты, бомбардировщики, я говорю, а артиллерия, основной вид войск, так сказать, прорыва, и кавалерия основной, кто развивал этот прорыв, они питались согласно тем же нормам, что и пехота. Все? А, ну, собственно говоря, тогда давайте мы с вами для видео заканчиваем, прощаемся со всеми и уже продолжаем с вами общаться, кто в зале, в кулуарах. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ